Золотая марка. Особый символ щедрости. Здравствуйте! Праздничное вещание на телеканале «Россия» продолжают вести Оренбуржья с новостями Максим Савин. Сегодня все мы будем отмечать новый 2020 год. Бой курантов известит о начале нового десятилетия, а вместе с ним и новых добрых дел с наступающим Новым Годом жителей Оренбургской области поздравляет губернатор региона Денис Паслер. Дорогие оренбуржцы, уходит в историю 2019 год. Год больших перемен, важных решений и крупных проектов. Мы многое сделали, сделали вместе с вами. Дороги, школы, детские сады, фапы, спортивные площадки и клубы. В наших городах и селах создается комфортная среда для жизни. Да, впереди еще очень много работы. Мы должны создать точки роста региона. И я уверен, что жители будут активными участниками всех общих дел. Чтобы каждый проект работал на Оренбуржье. Чтобы Оренбург стал настоящим центром притяжения. Наступающий 2020 год будет особенным. Это год 75-летия Великой Победы. Год памяти и славы. Мы всегда будем с болью и гордостью помнить героев, которых уже нет рядом. И у нас есть особая честь поддержать сегодня ветеранов. Окружить теплом и заботой фронтовиков, дружников тыла, детей войны. Всех, кто отстоял мир и свободу нашей великой страны. Кто подарил нам жизнь и будущее. Дорогие друзья, желаю вам в новом году как можно больше счастливых и радостных дней. Пусть сбудутся все ваши мечты. Успехов во всех делах. Здоровья, любви, тепла и уюта в каждый дом. Развития и процветания нашему Оренбуржью. Нашей России. С новым 2020 годом. Самая востребованная информация в праздничные дни – прогноз погоды. Как нам сообщили в региональном гидрометцентре. Сегодня по области в большинстве западных и центральных районов осадки в виде снега и мокрого снега. Местами метель, возможен слабый гололед. Температура до 13 градусов ниже нуля в дневные часы. 1 января снег и мокрый снег. Возможный дождь, изморося местами в центральных и восточных районах области. Метель, ледяной дождь и слабый гололед. Будьте осторожны. В Оренбуржье, тем не менее, настроение праздничное. В областном центре накануне открылась главная елка региона. Сквер у Дома советов не узнать. Вместо одной елки больше 30. Низкие и высокие, большие и маленькие. Все горит и сверкает. А сегодня. В новогоднюю ночь нас впервые ожидает грандиозный праздничный салют. Увидеть фейерверк можно на Беловке. Первые залпы прогремят в 2 часа ночи по местному времени. В администрации Оренбурга приглашают всех насладиться этим зрелищем. Настроение создают. Наконец-то. Вот оно. Очень красиво все оформлено. Красочная стакраса на память. В Бузулуке в преддверии Нового года по традиции открыли две главные городские елки в двух районах, разделенных железной дорогой и виадуком. Площадь перед зданием в администрации Бузулука – любимое место для вечерних прогулок горожан, в том числе и с детьми. Вторая по значимости зеленая красавица города, как обычно, привлекает бузулучан большой горкой. Дополнительных горок во дворах в этом году устанавливать не пришлось. Они появились там задолго до Нового года в рамках программы «Комфортная городская среда». Кроме того, к зимним забавам в черте Бузулука присоединили четыре открытые ледовые площадки. С началом каникул они пользуются огромной популярностью у школьников. Спасибо. 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 Спасибо.